КС Баскет. Именно под таким названием проходит школьная баскетбольная лига. Уже в десятый раз город принимает подобные соревнования. В кубке участвуют школьники старшего возраста. На данный момент заявлено 10 команд юношей и 8 команд девушек. Турнир проходит в двух залах. В гимназии номер один и в первой школе. По словам организаторов, этот год отличительный от других. Выросла конкуренция. Почти все команды будут биться за призовые места. Соревнования проходят на более-менее среднем уровне. Есть команды, которые хорошо подготовлены, есть команды, которые, конечно, слабо подготовлены. Но в лидерах всегда есть несколько команд. Это девочки, которые у нас команда БРГИ, команда третьей школы, команда гимназии. Вот в этом году уже видно, что девятая школа неплохо подготовлена. Среди юношей у нас команды школы номер один, также гимназии один, также БРГИ, лицей. Ну, почти все команды на одинаковом уровне. Большое количество сильных команд радует как тренеров, так и зрителей. Матчи становятся более интересными и непредсказуемыми. Но во всех соревнованиях есть свои хорошие стороны и плохие. У нас не хватает судейского состава, то есть не все учителя умеют судить эти соревнования, не у всех получается, поэтому вот в этом первая сложность. Во втором как бы залы нам предоставляются, но залы у нас, если сравнивать по размерам, то у нас залы нестандартные, то есть меньше, как бы желательно, желать бы хотя бы лучшего. Ну, а так по судейству те учителя, которые судят, справляются на оценку хорошо. В первый день было сыграно четыре встречи. Два поединка у юношей, два у девушек. Продлятся соревнования до конца месяца, где и будут выявлены победители школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания АРИС.